Что хорошо для дельфинов, то хорошо для моря в целом. И наоборот. Дельфины – высшее звено экологической цепи. Поняв, насколько комфортно им живется, можно судить о состоянии окружающей морской среды в целом. Александр Агафонов работает в Институте океанологии Российской академии наук. Он изучает способы общения дельфинов. Учет черноморских афалин удобно вести по специальным звуковым автографам. Так они сообщают о своем местонахождении за несколько километров. Как бы это хорошо было бы у человека, вот такой Институт океанологии типа нашего. Там работает тысяча человек на шести этажах. И вот каждый бы знал, где вот, чтобы быстро можно было другого найти. Вот была бы какая хорошая система. А то приходится вот с помощью мобильных телефонов договариваться. Звуки записывают с помощью специальной аппаратуры. Затем изучают, сверяя с данными визуального наблюдения. Это уже вторая экспедиция. В ней принимают участие двое ученых, капитан яхты и помощник, а также шестеро добровольцев. Они покупают путевки. Такой способ финансирования изучения китообразных очень популярен за рубежом. Это не развлекательный туризм, скорее образовательная программа. Днем наблюдения, введение журналов, вечером лекции. Также предусмотрены экскурсии, как это, в заповеднику Триш. В первой экспедиции у нас были участники со всей России, из Сургута, Кемерово, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. И по профессии это были самые разные люди, бухгалтеры, юристы. В данной экспедиции у нас есть два участника, которые прилетели к нам из Израиля. То есть, таким образом, этот экспедиции у нас получил международный статус. Мы этим очень гордимся. Данные визуального наблюдения сопоставляются с записанными звуками. Таким образом, можно составить карту морского населения. Еще в середине прошлого столетия ученые предположили, что у дельфинов есть свой специфический язык и мышление, сопоставимое с человеческим. Пока данный тезис не подтвердили, но и не опровергли. Есть у них вторая категория сигналов, вот наиболее перспективная, которая устроена совершенно по другому принципу. Это комбинация импульсов в определенных последовательностях. И вот там, ну, при таком структурном анализе нащупывается какая-то структура, подозрительно напоминающая человеческую речь. То есть там же, как у нас, вот язык из фонем состоит, как бы элементарные единицы звуковые, которые складываются в более сложные такие вот ядра морфемы. Из них, значит, слова, ну и дальше предложения. То есть вот такая вот система, как лингвист называет, коммуникативная система открытого типа, то есть способная передать любую информацию. Вот у дельфинов в этих сигналах импульсно-тональных вот что-то такое похожее есть. То есть в данном случае на такой базе можно было бы создать сложную коммуникативную систему. Вопрос, знают ли об этом сами дельфины и как вот до этого докопаться. Проект только стартовал. Более ранних данных наблюдений пока нет. Этим летом, перемещаясь из Ялты в Анапу, участники двух экспедиций встречались с дельфинами порядка 50 раз. Ученых уже заинтересовало, что белобокие дельфины подходят ближе к берегу, чем обычно, а азовки сбиваются в крупные группы по 20-30 особей, чего также ранее не наблюдалось. Оба явления будут изучать. Продолжение следует...